Морские звезды являются одними из самых узнаваемых морских животных. Но знаете ли вы о них что-то большее? Если нет, я расскажу вам. Начнем с того, что морские звезды живут только в морях и океанах, они просто не переносят пресных водоемов. Они прекрасно себя чувствуют как в холодных водах вблизи полюсов, так и в теплых. Некоторым морским звездам нравится жить в местах с большим количеством света, например, на мелководье, а другие виды предпочитают океаническое дно. Морские звезды проводят большую часть своей жизни в одиночку. Правда, иногда они собираются большими группами в определенное время года для кормления. В морях и океанах обитает около двух тысяч различных видов морских звезд. Почти все они имеют форму звезды, от чего и получили свое название. Как видите, звезды могут быть разных цветов и узоров. Яркие цвета маскируют их среди растений и кораллов или отпугивают хищников. Большинство морских звезд небольшого размера, но есть и довольно крупные. Например, размах лучей морской звезды подсолнуха составляет около метра. Морские звезды беспозвоночные, а это значит, что у них нет позвоночника. Они относятся к типу животных, называемых иглокожие. Все дело в их жесткой коже, похожей на броню. Кожа состоит из пластинок карбоната кальция и у многих видов покрыта иголками или шипами для защиты от хищников. Например, терновый венец — единственная ядовитая морская звезда. Ее тело покрыто длинными острыми иглами, напоминая библейский терновый венец, а у оснований игл находятся ядовитые железы. Тело морской звезды представляет собой диск, от которого в разные стороны отходят лучи или руки. У большинства видов 5 конечностей, но у некоторых может быть 10, 20 и даже 40 рук. Настоящих глаз нет, но на кончиках лучей расположены глазные пятна, которые позволяют ощущать свет и темноту. Мозга тоже нет, но зато есть примитивная нервная система. Морские звезды бескровные. Вместо крови они используют морскую воду и перекачивают ее по всему телу. Хотя эти существа не умеют плавать, они очень хорошо ползают. на нижней стороне лучей располагаются сотни, а иногда и тысячи крошечных ножек. Эти трубчатые ножки наполнены водой и могут сильно вытягиваться, сжиматься и изгибаться в любом направлении. У большинства звезд ножки снабжены на конце присосками, что помогает им взбираться по скалам и цепляться за камни. Морские звезды выглядят безобидно, но на самом деле многие из них являются прожорливыми хищниками, которые рыщут по дну в поисках добычи. Они едят мидий, губок и кораллы. Когда есть недостаток питания, они не брезгуют есть умерших животных. У многих морских звезд на нижней стороне тела располагается крошечный рот, но они приспособились съедать добычу, которая намного крупнее их рта. Как? Для этого они наползают на моллюска, присасываются ножками к створкам и растягивают их. Затем выворачивают желудок, проникают им в щель и переваривают содержимое моллюска, после чего остается только пустая раковина. Другие морские звезды заглатывают добычу полностью. Но не все морские звезды — хищники. Например, вот эти лежат на дне с поднятыми верх лучами для улавливания мелких частичек и планктона. Наконец, еще одна интересная особенность морских звезд — регенерация. Это значит, что они могут отрастить оторвавшиеся или потерянные лучи. Правда, процесс этот относительно долгий и может занять около года. Еще более удивительно то, что из одного луча может вырасти совершенно новая морская звезда. Но это произойдет, только если к оторванному лучу все еще прикреплен достаточно крупный кусок центрального диска. Одинокая конечность без фрагмента центрального диска не сможет выжить. Если в следующий раз на пляже вы найдете маленькую конечность морской звезды, выбросьте ее обратно в море. Может быть, она сможет трансформироваться в нечто более законченное и привлекательное. На этом все. Увидимся в следующий раз!